привет всем сегодня идем прогуляться вот такое у нас яркое солнышко сегодня на небе не тучки погодка замечательная иду погулять немножко вот этот подъезд к нашему дому уже практически оттаял но еще есть снег скоро здесь будет грязи до ужаса не знаешь чем ходить кочегарка у нас клубе еще топится потому что у нас с утра мороза до минус 10 а днем вот сегодня 15 градусов тепла вот в этом здании кто с нами я вам показывал нас находится библиотека там с краешку одна дверь библиотека дальше был медпункт но сейчас он не работает и вот почтовое отделение клуб все в одном здании мне вообще хорошо потому что дом наш находится вот соседский а мы у них за стеночкой получается вот видите расстояние какое все рядышком и вообще мне нравится наше место где мы живем как бы все вроде бы в центре и вроде бы и не в центре все рядом школа наша я вам уже ее показывал и рассказывала у нас одиннадцатилетка березки мои любимые он какие красивые здесь у нас площадочка небольшая школу волейбол играют летом сетку натягивают и взрослые дети кто хочет автобус едет за школьниками у нас возит детей из двух деревень привозят у нас 11-летка вот такой вот автобус едет за детками забирают утром и вечером увозят он разворачивается не автобус а газелька неправильно сказала утром забирают из двух деревень тут от нас два километра две деревни вместе и вот забирают привозят школу а в обед когда уроки заканчиваются забирают и также увозят кто-то добирается своим ходом на велосипедах на мопедах кто как школьники вот стою я на дороге вот такой вот сугроб передо мной еще на берег не не попасть но тем не менее я вам покажу как у нас река вскрылась за эти дни все на ту сторону не попасть вода кругом вам многие спрашивают как называется у нас речка река у нас называется вига я уже говорила там еще подальше у нас еще одна речушка можно сказать ручеек калиновка называется в общем вот река вся вскрывается пользуясь моментом пока гуляю хочу поблагодарить наших подписчиков наших верных друзей кто с нами уже давно спасибо вам большое что остаетесь с нами что продолжаете смотреть нас видимо кому-то это нравится 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 наблюдать нашу жизнь деревенскую обычную спасибо вам большущие ребята ребята у нас начинает верба распушиваться или как правильно сказать гляньте какая красота особенно на фоне голубого неба на вот такие пимпочки у нее красивые я всегда срываю несколько веточек и ставлю дома в воду скоро пасха и вот вербочка начинает распускаться красотища все снегоходы ставят на прикол дорога растаяла куда уже не поедешь на нем поэтому до следующего сезона у нас гуляют соседские гуси сегодня хорошо тепло греются на солнышке красавцы одна подписчица спрашивала меня почему мы конкретно не держим скотину я не забыла я помню постараюсь ближайшее время снять видео и рассказать более подробно сейчас делами немножко поразберусь и обязательно расскажу ребята молодцы семья многодетная держит скотину очень много у них и корова и поросят много гуси утки коры еще молодцы сегодня тепло вот красавчики гуляют на улице забор мешает поближе бы показать вот такие важные переваливаются ходят сварила немножко себе грибного супа и сушеных грибов очень я люблю грибной суп грибы мы отвариваем замораживаем и сушим сейчас покушаем аромат на весь дом обалденный сразу лето лес вспоминается грибы еще нужно знакомые попросила у меня одна знакомая грибов унести вот отложила немножко сушеных беленьких и всякие здесь боровики целик целик и сейчас перекушу нужно будет ей унести воду из колодца там у нас низиночка на он туда потихонечку будет сходить первый день сегодня откачиваю в колодца воды полно шланги подключила периодически хожу проверяю на свой колодец ну все ли в общем свой колодец и воды сейчас очень много там труба сделана из колодца в подвал проведена закопано в земле утепленное все да и стоит станция как у всех наверно в деревне сделана вода горячая и холодная в общем шланги здесь шланги вот здесь состыковала но не дают мне сегодня снимать спокойно шланги здесь состыковала нашла какой-то хомут прорывала без конца в общем водичку откачиваем чтобы подвал не затопило надо проверять периодически он суфлер мне который сидит помогает я вам рассказываю она каркает сидит сегодня полдня вот у нас на антенне не знаю чей надо и каркает без конца сегодня покажу как я делаю пиццу на сковороде быстро когда хочется пиццы да не хочется с тестом возиться вот я уже сделала тесто здесь 4 ложки сметаны столовой 4 ложки майонеза одно яичко 1 треть чайной ложки соды и 9 столовых ложек муки больше здесь ничего нет ну и на пиццу кто что любит я сегодня буду делать немножко колбаски сыр и так как кетчуп не люблю консервированные помидорки остались делаю их в общем все смешиваем майонез сметанку яйцо соду и муку и должна такая получится тесто вот такой консистенции как на оладушке берешь вот она так немножко падает до тянется в общем тесто вот это все смешали сковородочку где будем выпекать смазали маслом и тесто это выливаем на сковороду наливайте нам нужно только просто смазать распределяем тесто ложкой просто по сковородке и сверху газ еще забыла сказать или там на чем вы будете выпекать не включаем огонь на холодную сковородку все это делаем распределяем по поверхности тесто сейчас наши там колбаску сыр кому что нравится в пицце и включая на медленный огонь на самый маленький огонь на 8 минут ну периодически естественно проверяйте закрываем крышкой разложила все по поверхности закрыла крышкой оставляем на 8 минут меня многие спрашивают почему я подробно не показываю как делаю тесто рецепты какие-то ребят но у нас не кулинарный канал мы просто показываем свою обычную жизнь и иногда показываем рецепты которыми мы пользуемся такая у нас красота получается примерно через 8 минут мы не претендуем на звание крутых поваров но тем не менее это что-то типа пиццы назовем ее деревенская пицца за 8 минут на сковороде не нужно возиться с тестом такой рецепт палочка-выручалочка аромат стоит конечно обалденный сейчас будем пить чай такие быстрые рецепты от особенно ценится в деревне где каждая минутка особенно летом весной на вес золота быстренько сделал вроде как и выпечка чаю попил ими время много не занимает а когда каждая минутка на счету поэтому часто печем такую пиццу скажем так деревенскую пиццу на сковороде и с дровами я закончила наложила вот здесь две поленицы под самую крышу там тоже две поленицы в общем у нас один проход только свободный вот этот остался вот эти которые не смогла расколоть на баню пойдут здесь вот тоже кучка небольшая но и здесь еще поленечка наложилось в общем с дровами все ура